Всем привет! Это программа своими руками, я ведущая Виктория Палкина. И сегодня с нашими прекрасными мастерами Ренат, Ульяна, мы будем делать декор. Мы будем делать звезду. Эта звезда подойдет как и для новогоднего оформления интерьера, так и для оформления фото-зоны. Сначала мы выкрасим специально заготовленные рейки. Это была большая рейка, мы ее распилили. И будем сейчас делать выкрасы морилкой, чтобы облагородить и обработать дерево. Затем мы будем оформлять гирлянды и наносить небольшой такой декор, тоже звездочки. Это было единое полотно, это раскладка речная, она была длиной 2,5, мы ее обрезали по нужной нам длине. И сейчас обработаем морилку, у нас обычная на водной основе, цвет дуб. Сколько здесь сантиметров? Это 65 сантиметров, да. Таких нам понадобится 5 речек. Все, отлично, начнем с морилки. Мы покрываем это все в один слой? Ну, лучше, конечно, в несколько, потому что первые слова впитаются. Цвет у нас здесь также дуб, выбрали под натуральный цвет дерева. Можно также для этой звезды выбрать цвет палисандр, более темный оттенок, тоже смотрится неплохо. Надо будет подождать, потому что в дальнейшем мы будем использовать клеевой пистолет. У нас не приклеится изделие, если морилка достаточно не высохнет. Но мы можем ускорить процесс, используем для этого строительный фен. А что если использовать, например, не строительный фен, а обычный? В принципе, это вполне возможно, просто это чуть дольше по времени. Мы покрыли первым слоем, и сейчас нам нужно покрыть вторым. Да, после того, как мы уже просушили, мы наносим вот второй слой. Давайте, кисточки, они нам больше не понадобятся. Первый этап окончен. Получается, мы сейчас наши речки оставляем, чтобы они просушились. Ну и будем использовать строительный фен. Сейчас я сформирую, посмотрим, какой лучше угол выбрать, и затем уже будем наносить клей. Так. Ну, причем она не получится там идеально ровной. Это ей не требуется. Да. Если она, нужно будет вот здесь такой вот момент, что она немножко, да, она немножко у нас будет здесь сперва тогда отдать. Так, сначала мы скрепим вот здесь. Все больше и больше людей стараются делать что-то своими руками. Как вы думаете, с чем это связано, и насколько это действительно сейчас модно? Тенденция в последнее время и в наступающем году – стремление к природе. Так как сейчас такая ситуация в мире сложная, люди больше времени проводят дома с семьей, меньше куда-то выходят отдыхать, поэтому проводят досуг дома, стали больше мастерить что-то своими руками и создавать у себя также природную тематику, быть поближе к природе, потому что также редко куда-то выезжают, меньше путешествуют и дома создают больше таких природных себе вещей. Друзья всегда оценят, подскажут, что нравится, чтобы человек в своем хобби двигался в правильном направлении. Также можно смотреть мастер-классы, такой как наш, например. Самое главное – это проклеить все углы, так как звезда получается не везде ровная, а кое-где досточки друг на друга наслаиваются, есть переходы, поэтому нужно подождать. В принципе уже сама по себе очень даже симпатично выглядит. Парильки можно выбрать и поуже, тогда их можно скрепить даже не при помощи клея, а при помощи тоненькой проволоки по концам, по краям, то есть получится, что у нас она такая будет, прям видно, что хендмейт, тоже интересный такой стиль получится. Разные варианты здесь могут быть, мы выбрали средний такой вариант. В целом наша звезда готова. Вот такая основа у нас получилась. Вот она. И получается, что мы делаем дальше? Сначала мы приклеиваем декор, сначала мы гирлянду закрепим, затем уже добавим декор. Такая фигурная гирлянда. Сколько здесь метров гирлянды и сколько вообще достаточно будет? Здесь 5 метров гирлянды. Гирлянда 5 метров. Ее будет достаточно, чтобы делать. Да, у нас 5 деталей по 65 сантиметров. Как раз 5 метров должно быть сюда достаточно. Будем двигаться по каждой палочке. Сначала полностью сделаем одну палочку и так по всем постараемся пройти. Как вам приходят идеи или где-то, может быть, черпаете вдохновение, когда придумываете мастер-классы? Лично я делаю дизайны интерьеров и когда подбираю декор какой-либо, то так невольно нахожу для себя интересные вещи. Хочется их повторить. Многие фирмы изготавливают сейчас такие элементы декора, которые напоминают хендмейт предметы интерьера. Так что хочется сразу их воплотить. Сейчас много даже люстр идет, которые можно сделать своими руками и которые выглядят, как будто бы их сделали своими руками. Последний этап. Один из последних. Мы крепим основание гирлянды, переключатель и провода, чтобы они у нас аккуратно шли и не задевали основу. Смотрите, мы блок спрятали вот сюда. Конечно, это не должна быть верхушка, это будет где-то сбоку. Поэтому вверх здесь, а шнур мы с вилкой выводим вниз, вот сюда. Последний штрих, да, это декор у нас идет. Для декора мы используем вот такие звездочки, они самоклеящиеся, да. В принципе, что можно использовать вместо звезд, если, например, мы хотим использовать декор? Вместо звезд. Снежинки также можно золотые было. Но это была бы чисто новогодняя тематика, а так звезда будет более универсальной и может использоваться в фотозонах в любое время года. А как мы их располагаем? В хаотичном порядке? Ну, мы оформим вот здесь, ближе, да, ближе вот к середине, я думаю, чтобы создать композиционный центр. По-любому можно, и по кончикам можно пустить, то есть давайте пустим и по кончикам, да. Так, ну нам нужно одну сюда все-таки. А, вот. Вот лично прямо то, что нужно для звезды, прямо звездочек хватило. Ну, вот, как раз здесь. Какое еще? Так, приклеиваем. Вот это? Так. Да, здесь. Так. Так, если все приклеены, нигде не отойдет. Вот такой декоративный элемент мы сделали вместе с Ульяной и Ренатом. На это нам понадобилось не так много времени на самом деле. И он будет прекрасным дополнением для новогоднего декора или, может быть, даже для фотозоны. Для оформления фотозоны, да. С вами была Виктория Палкина и... Ульяна. Ренат. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok